В этом дворе это единственная игровая площадка, впрочем, и площадкой ты ее не назовешь. Для того, чтобы перебраться с места на место, необходимо быть еще и ловким. Перебрался, дальше ждет следующее испытание, а точнее опасность над головой. Крыша здесь такая. Но для того, чтобы спуститься, нужно только прыгать, по-другому никак. А что еще делать местной детворе? Играть больше негде, вот и приходится каждый день рисковать своим здоровьем, а то и жизнью. Этой детской площадке уже больше 10 лет. За все время ни одного ремонта. Вопрос почему? Почти риторический. Площадка, по большому счету, бесхозная. Видимо, отвечать за такую рухлядь никому не хочется. А придется, ведь это прямая обязанность городской администрации. Объект на их балансе. Ничего не делается, сколько мы бы ни писали, ни привлекали. Вот площадка Макарабаева 10. Посмотрим. По ней мы тоже неоднократно писали. Писали, жаловались, просили. Результата никакого. Детский городок, расположенный в новом поселке, стоит вообще по частям. Одна деталь рядом с площадкой, вторая за забором. Вот посмотрите, любое движение. Дети у нас, у них повышенная двигательная активность в этом возрасте. И ведущая деятельность, игровая. И если вот ребенок стукнется головой или глазом, значит, здесь не только травматизм, здесь и до смертельного исхода может быть. Но и здесь дети играют. Идти больше некуда. Через пару дворов еще одна проблемная игровая площадка. С виду больше похоже на стоянку для автомобилей. Вокруг ржавые трубы из-под земли, сломанные качели, ямы возле колодца. В то, что ее в скором времени отремонтируют, жители окружающих домов давно перестали верить. Уже и надежды не осталось. Она вообще не ремонтировалась. Она отбросила, лет 10 она стоит, наверное, на этой площадке. Она вообще не ремонтировалась. Были случаи, что дети не ремонтируют. Как так получилось, что к летнему сезону в Наринмаре не готова практически ни одна детская игровая площадка? Уполномоченный по правам ребенка и окружная прокуратура в недоумении. Обращения о том, чтобы объекты привели в порядок, на столе администрации лежат уже давно. Еще весной Татьяна Гашева приносила градоначальнику соответствующие документы. Тщетно. Но теперь городским властям за свою халатность, похоже, все же придется ответить. Кто сейчас будет ответственным за восстановление города? Администрация города. Город Наринмар. Да. Сейчас будет подготовлено представление об устранении нарушений федерального законодательства. При результате рассмотрения, конечно, будет ставиться вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности и лиц виновных. Единственный на сегодняшний день, кто отреагировал на обращение уполномоченного по правам ребенка – администрация Заполярного района. Они в срок установили все недостатки, убрали опасные предметы, сделали генеральную уборку территории. Детвора, да и сами родители теперь не нарадуются. Когда так будет в Наринмаре? Ведь чтобы поиграть на неопасных площадках, детям в поселок искателей особо не наездишься. В городской администрации после рейда уполномоченного и прокуратуры с официальными комментариями пока не спешат. И попросили временное размышление. Сколько они будут думать – неизвестно. Ясно одно – все это время детям придется либо подвергать себя опасности на таких площадках, либо просто сидеть дома. Наша телерадиокомпания готова предоставить эфирное время городским чиновникам для разъяснения ситуации. Хочется верить, что их интервью мы и все заинтересованные в решении проблемы жителей округа услышим очень скоро. Олег Танзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Олег Танзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».